Шаббат шалам, дорогая община. Давайте встанем, помолимся. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава завершает чтение книги Берешит «Бытие», называется «Вэйхи», и краткое содержание этого отрывка. Это Яков, Йосиф и его сыновья. Значит, Яков берет клятву с Йосифа о том, что тот похоронит его не в Египте, а в Канаане, в гробнице. Благословение Эфраиму и Минаше. Яков дает Йосифу шхем. Дальше, благословение Якова сыновьям своим. И смерть и похороны Якова и Йосифа. Смерть Якова, подготовка к похоронам, похороны в пещере Махпела, братья и Йосиф после смерти Якова и смерти похороны Йосифа. То есть, эта недельная глава описывает финальные годы жизни Якова и Йосифа в Египте. Следующая книга уже показывает нам, как Бог выводит из Египта. Значит, какие у нас есть интересные моменты в этой недельной главе. Значит, ну, скажу честно, вот до последнего момента я даже вот не знал, о чем говорить. Но, слава Богу за супругу, которую он мне дал. Она мне в последний момент там по Вайберу уже накидала интересных идей. Я понял реально, что, ну, вот об этом стоит поговорить. Значит, вы помните, что у Йосифа в Египте родилось два сына. Первого он назвал Менаши, значит, и назвал его по тому, что... Сейчас я вам буквально это прочитаю. Это, по-моему, сорок седьмая глава. Ой, сорок первая глава, пятьдесят первый стих. Книги Бытие. Вот, и нарек Йосиф имя первенцу Менаши, потому что Бог дал мне забыть все мое мучение и весь дом отца моего. Ну, то есть, чтобы вы понимали, Йосиф на тот момент, при том, что он уже был правителем Египта, можно сказать, вторым после фараона. Значит, из того, как он называет первого своего сына, можно понять состояние его сердца. Еще раз прочитаю. Бог дал мне забыть все мое мучение и весь дом отца моего. То есть, о чем это говорит? Вот недавно мы тоже с женой общались, и она рассказывала про одну свою сотрудницу, еврейку. Ну, вот это вот действительно вот правильная еврейка. А, значит, то, что она рассказывает о себе, говорит, вот, меня воспитала моя бабушка, и мою маму воспитала моя бабушка. Воспитала вот в таком вот духе, что вот мы всегда должны знать, что происходит с каждым из наших родственников. И всегда должны быть готовы прийти на помощь. И поэтому, тоже такой вот интересный подход, значит, у этой женщины, скажем, есть брат, который не очень отличается нормальным отношением к родственникам. У него уже много жен по очереди, то есть, ну, немного женится, а вот женился-развелся, женился-развелся. И вот эта вот женщина постоянно устраивает этих женщин куда-то на работу и говорит, ну, ладно, он такой балбес. Говорит, ну, они-то при чем? Они же тоже наши родственники. Значит, ну, то есть, это вот действительно реально еврейское сердце, которое должно быть в курсе, что происходит с нашими друзьями, с нашими братьями и сестрами, и всегда быть готовыми прийти на помощь. У Иосифа на тот момент этого уже не было. Ну, вот такого вот момента. Бог дал мне забыть все мое мучение и весь дом отца моего. То есть, понимаете, вот насколько он далеко зашел, вот действительно, в своем разочарование. При том, что он был верен Богу, но в его сердце он забыл даже дом отца своего. А, ну, скажем, если вот эту вот всю историю с Иосифом разворачивать пророчески в перспективе, мы видим, что сейчас, на самом деле, в мире существует огромное количество потомков Авраама, Эцхака и Иакова, которые даже не знают, что они евреи. Ну, то есть, вот те, кого мы называем евреями, это, как правило, потомки колена Иуды, колена Вениамина и колена Леви. Это южное царство. А северное царство Израиля, вы помните, оно было рассеяно и до сих пор не знает, кто где. Понимаете? То есть, это евреи, которые забыли и свое родство, и свою цель. Но, что интересно, мы можем увидеть множество пророчеств, которые показывают, что перед приходом Машеха Бог восстановит Северное царство, там он называется Ефремом, кстати говоря. Значит, Бог восстановит Северное царство в том плане, что вот эти евреи, они узнают о том, что они евреи. Я не знаю, что произойдет, как это произойдет, но Писание говорит о том, что это произойдет. Вот сто лет назад никто себе представить не мог, что на земле будет существовать государство Израиль. Вот представьте себе, что вы живете сто лет назад, вы не знаете о том, что произойдет в 1948 году. Никто не представлял себе. Я вам скажу, что многие евреи уже потеряли надежду о возрождении государства Израиль именно на этой территории. Были проекты возрождения этого государства где угодно, в любой другой точке земли, но не здесь, потому что надежда уже была потеряна. И это вот тоже то самое состояние, когда забыли дом отца своего. А другому нарек имя Эфраим, потому что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть, смотрите, сначала забывается, потом приходит плодовитость. Это очень интересно, в пророческой перспективе раскрывается, как еврейский народ в мире. Это вот как Иосиф в Египте. Значит, еврейский народ в мире, он разделяется на два народа. Народ Северного Царства, народ Южного Царства. Причем интересно, что именно в главе Ваихи, это уже 47 глава. Значит, как Яков благословляет сыновей Йосифа. Вот 47 глава, 13 стих. «И взял Йосиф обоих, Эфраима в правую свою руку, к левой Исраэля, и Минаше в левую, к правой Исраэля, и подвел к нему, и простер Исраэль правую руку свою, и положил на голову Эфраима, хотя он младший, а левую на голову Минаше. Умышленно положил он так руки свои, хотя Минаше был первенцем». То есть обратите внимание, при том, что Исраэль уже к этим годам был подслеповат, слабый со зрением, да, но тут он не перепутал. И он сделал это умышленно. Значит, «И благословил Йосифа и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавивший меня от всякого зла, да благословит отрока всех, и да будет наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака, и да расплодятся они во множестве среди земли». «И увидел Йосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Эфраима, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы свести его с головы Эфраима на голову Минаше, и сказал Йосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо этот первенец, клади руку правую твою на его голову». «И не согласился отец его и сказал, знаю, сын мой, знаю, он также станет народом, он также будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленным народом. И благословил он их в тот день, сказав, тобою будут благословлять Исраиль, говоря, да сделает тебя Бог, как Эфраим, имя наше, и поставил Эфраима впереди Минаше». И интересно, как здесь вот слова используются такие, вроде бы как и там произойдет народ, и там произойдет народ, но оригинал говорит, что когда речь идет, вот и сказал, сейчас, «Не согласился отец его и сказал, знаю, сын мой, знаю, он также станет народом, то есть Минаше, он также будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленным народом». Про Минаше сказано, что он станет народом, и про Эфраима, но Эфраим будет многочисленным народом. В оригинале написано, что Минаше станет Ам, а Эфраим станет Гоим, Гоим Годоль. То есть буквально, какую мы можем увидеть картину, если мы посмотрим на пребывание Иосифа, вот его сыновья в Египте, это пророческая судьба Израиля в мире. Значит, Израиль разделяется на две части. На маленькую часть, это те, которых мы сейчас называем евреями, и на большую часть, которые Эфраим, который в последнее время перед приходом Машеха восстанет из небытия, присоединится к своему младшему брату Иуде, и будет одно. И это будет очень мощным знамением для всего мира и для церкви прежде всего о том, что вот уже Машех реально при дверях, это то, о чем говорят пророчества. Как это реально, я не представляю себе. Но Писание говорит о том, что это будет. И знаете, вот когда, вот как Иосиф, он смотрел на свое пребывание там в начале, первый сын Менаши, да, ну буквально Менахим это как утешение, да, но на самом деле он это рассматривал именно как забвение какое-то. Он забыл дом своего отца, значит, после этого он становится плодовитым. Но когда Отец благословляет, он плодовитость выдвигает на первый ряд, значит, а те страдания и то утешение, которое он получал, оно уходит как бы на дальний план. И вот действительно, когда мы предстанем пред Богом, то все те страдания и все то утешение, которое мы получаем сейчас, оно действительно отойдет на тот, на дальний план по сравнению с тем, что вот мы стоим пред Богом, и мы действительно все претерпевшие устояли и достигли этого момента. И все это происходит так, как этого желает Господь. И мы, когда мы, ну, скажем так, одевая очки Писания себе на глаза, вот мы открываем свое духовное зрение, и мы не просто пребываем в этом мире вот здесь и сейчас, где нам, ну, чаще всего нам кажется, что нам плохо, да, вот еще бы чего-нибудь, чтобы было хорошо. Вот, вот скажите, кто всем доволен абсолютно сейчас, так, чтобы сказать, что вот я так доволен, что все, я уже готов уходить из этого мира. Нам всегда хочется еще чего-нибудь чуть-чуть, да, самую малость. Так вот, я вам скажу, что вот слово Гоим, оно еще переводится, как вот именно полнота, которая наполняет. А еще про Ишуа сказано, что он есть полнота, наполняющая все во всем. Вот, реально, когда мы смотрим на свою жизнь в перспективе Писания, то мы понимаем, что все намного лучше, чем нам кажется, как мы это вот видим физическими глазами. И вот эти вот временные страдания, которые мы здесь сейчас претерпеваем, это на самом деле ничто по сравнению с той славой, которую приготовил для нас Отец, но не без Израиля. То есть я хочу сейчас обратиться вот к каждому присутствующему, и к тем, кто нас видит. Знаете, вот как Израиль в свое время, вот как с Иосифом обошлись родные братья, да, так же с Ишуа. Есть в иудаизме такая концепция Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. Так вот, как Израиль в свое время Машеха предал на смерть, точно так же Израиль примет его, потому что через него спасение. Как в свое время Иосиф спас, и не только, и семью свою, и дом отца своего, и были восстановлены эти отношения. Но благодаря тому, что сделал Бог через Иосифа, был спасен и Египет, и многие окружающие народы, которые пришли за хлебом в Египет, и все это Бог сделал через Иосифа. Точно так же через Ишуа, который есть, и Машех бен Йосеф, страдающий Мессия, и Машех бен Давид. Через Машеха будет спасен Израиль, благодаря чему будет спасено множество, множество, множество людей из всех народов, племен, языков. Об этом говорит Откровение. Я сейчас предлагаю помолиться о том, чтобы Израиль действительно вошел в эту полноту принятия своего Мессии, и действительно стал благословением для всего человечества, так, как этого желает Господь. Отец Небесный, слава Тебе! Боже, мы благословляем Твое Святое Имя, и мы благодарим Тебя и за Израиль, который Ты произвел на этой земле, как первенца своего Божия. Мы благословляем Твоего первенца, и благодарим Тебя за Машеха, которого Ты послал через Израиль. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты открывал сердце каждого еврея к действию Духа Своего Святого, чтобы были разрушены всякие преграды, всякая ложь, всякий страх, всякий грех, который удерживает еврейский народ от понимания того, кем каждый еврей является, и что мы все друг за друга ответственны, и что мы действительно можем стать тем народом, который Ты желаешь, Господь, видеть, чтобы мы стали народом священников для всех остальных народов, чтобы Твое благословение, которое Ты приготовил для человечества, раскрылось через Ишуа, через Израиль на все народы. Спасибо Тебе, Господь. Амин.